Всем привет! Вот я вернулась уже со следующим видео, в рубрику поговорим, опять же, в раздел, наверное, так, подраздел по поводу России, потому что были некоторые вопросы, многим было вообще неясно, зачем я сняла предыдущее видео. Опять же, повторюсь, был такой вопрос, я сняла такое видео, поэтому не обессудьте. Если были какие-то вопросы, вот я на них сегодня хочу ответить. Я постараюсь развернутые дать ответы на все вопросы, на все какие-то моменты в вопросах. Первый вопрос, который был задан, это впечатление от России, что здесь есть в России, чего нет в Украине, и наоборот. От чего следует избавиться Россия, либо позаимствовать в Украине, то есть у соседей? Вопрос, кстати, задавал Алексей Смирнов. Привет тебе! Что есть у нас в Украине, чего нет в России? Да, честно сказать, у нас всего хватало. У нас было много всего того же, что завозили в Россию из Европы, из Америки. Поэтому, в принципе, мы ничем таким не отличались, именно в качестве вещей каких-то, еды и всего такого бытовой техники. В плане, если жизни, то, честно сказать, в Украине жизнь немножко другая. Не в каких-то вот таких мелочах, продуктов, каких-то таких вот моментов мелких, а именно в плане людей и в плане отношений. У нас другой менталитет. Я не могу объяснить это именно на пальцах, я не могу это показать и рассказать, потому что это нужно самим прочувствовать и увидеть. Когда приехала в Россию, мне здесь люди показались такие вот какие-то спокойные. У нас, допустим, да, вот если ты едешь в транспорте, тебе наступили на ногу, ты сразу вспылишь, начинаешь психовать, начинаешь нервничать, начинаешь там, я не знаю, матом послать всех. Вот такой вот у нас менталитет. Мы такие эмоциональные, вспыльчивые, ну, наверное, вот поэтому такое вот и происходит у нас в Украине. Вот у нас, у украинцев, такое присутствует. Ещё хочу уточнить, кстати, что я не украинка, именно не коренная украинка. Я родилась в СССР, и тогда ещё на тот момент Украины не было. Я чётко помню ещё те времена Советского Союза, и явно я не украинка. Во-первых, все, кто живут, ну, большая часть, кто живут на Донбассе, русскоговорящие жители. По поводу менталитета, да, я не закончила. В России как-то люди по сдержанию, что ли, не все, конечно, но большая часть добрых людей, каких-то более отзывчивых, понимающих, которые не просто там, да, вот ты ему что-то говоришь, не жалуешься, а просто что-то говоришь, там, возмущаешься на какую-то тему. Человек действительно тебя выслушает. Таких людей пока ещё хватает в достатке, но смотрю, что постепенно как-то вот с каждым годом, что у нас, что здесь, хороших людей становится всё меньше. В России люди добрее, отзывчивее и терпимее. У нас, как я уже сказала, вспылить могут, наорать, обосрать тебя с самого утра, когда ты зашёл в магазин перед работой или перед дорогой куда-то, неважно. Тебя обосрут, настроение обязательно. Или ты на работе работаешь, да, вот там, продавцом, неважно кем. Придёт какая-нибудь тётечка или дядечка и обязательно обосрёт тебе настроение. И у нас в Украине таких людей больше, вот обозлённых таких, которым, знаете, чего-то не хватает в жизни, которые завидуют всем и вся. Вот злости у нас больше в этом плане. Здесь, в России, по крайней мере, те люди, с которыми я сталкивалась, они намного терпимее. Вот именно больше терпения как-то у людей. Доброта либо злоба, наверное, в тех же количествах, но здесь просто смотрят, вот как-то присматриваются. А потом уже, если что-то действительно затрагивает тебя, действительно человек наглеет, тогда уже тебе могут высказать. Допустим, такие ситуации, когда здесь, опять же, вот к менталитету относятся. Когда человек что-то тебе говорит, и он может говорить с таким возмущением, с такой якобы претензией, у нас бы на это уже давным-давно тебя послали и сказали, иди давай отсюда. Чё стал? Чё стоишь? Шуруй давай. Ты мне ещё тут высказывать будешь. Здесь люди пытаются объяснить что-то, пытаются. И всё как-то это таким нормальным тоном, всё как-то, знаете, вот на уровне дипломатии, что ли. Допустим, по поводу продуктов и всего остального, у нас, как я уже говорила, есть практически всё то же самое, что есть в России. Но все вот эти вот конфеты, всё, что осталось здесь в России с времён Советского Союза, у нас это тоже есть, но настолько говённое, его жрать просто невозможно. Допустим, та же примитивная шоколадка Алёнка. Я сколько раз у нас её покупала, и это было мылом-мылом. Я просто ненавидела этот шоколад, именно такой. Я у нас брала и любила очень только корону. Вот в последнее время корона, она вот чем-то мне напоминает действительно шоколад Алёнка. Ну, немножко так что-то есть схожее. Здесь же, когда мы приехали, во-первых, больше ассортимент, больше выбора. Допустим, если у нас было больше выбора среди европейского какого-то товара, то в России как-то больше вот такого товара, который я помню вот из детства. Действительно, вот товары Советского Союза, которые ты просто на них смотришь и приходишь в такое умиление. Ну, не знаю, меня это умиляет, допустим, потому что у нас такого уже нет. У нас как-то больше вот Европу начали завозить, и всё то, что у нас было с Советского Союза, всё ушло на задний план. И это либо перестали изготовлять, либо делают такую гадость, которую просто нельзя употреблять. Ещё у нас, допустим, в России, я знаю, тоже такое процветало. У нас в Украине очень это процветало, и я считаю, это очень плохо. Позакрывали свои местные производства. Допустим, мороженое, хлеба, конфетные фабрики, там, я не знаю, ещё какие-то. Всё закрывают сплошь и рядом. Допустим, вот родной город моего молодого человека, где мы жили, город Янакиево. Там был свой завод, ну, не завод, фабрика своя, мороженое. Не помню название его, но помню, что щербет, в общем, такое вот вкусное мороженое, оно как фруктовое такое. Его закрыли. Оно стоило, во-первых, копейки, в цене никогда не поднималось, независимо от того, поднимаются в цене другие продукты или нет. Здесь в России тоже такое процветало, я знаю, сельхоз вот эти вот угодья, да, тоже позакрывали. Многие фабрики тоже позакрывали. Но сейчас, когда вот эти вот санкции и всё остальное стали, наоборот, своё производство поднимать, и это хорошо. Хорошо. Если бы у нас на Украине такое было, мне кажется, у нас бы, может быть, и войны этой не было, и коррупции вот этой вот такой открытой. Коррупция есть везде, даже в Америке, даже в Европе. Но как-то это всё более-менее по уму, что ли. У нас в открытую грабят, в открытую ересь несут, и это все принимают. В общем, да. По поводу вопроса, стоит ли России что-то позаимствовать в Украине, я считаю наоборот. Вот Украине что-то стоит позаимствовать, у России, потому что Украина, знаете, она стала такой вот действительно, наверное, более европейской. Я в Европе не была, но я так подозреваю, что там так люди и живут. Ну, не все, конечно, может быть, менталитет у них другой, потому что у нас люди все обозлённые какие-то, какие-то недовольные вечно. В Европе, как я слышала, люди как-то тоже и подобрее, и доброжелательнее, и улыбающиеся. У нас редко встретишь таких людей, которые только, наверное, пьяные. Опять же повторюсь, в Украине нечего заимствовать абсолютно, потому что это несамостоятельная страна, как она себя провозглашала. И как бы она себя бы ни называла, поверьте мне, это несамостоятельная и несвободная страна, потому что жить во всяких репрессиях, зависеть от государства напрямую — это очень тяжело. В России тоже такое присутствует, когда повышаются цены, но не повышаются зарплаты. Но у нас уже до смешного доходило, когда цены выше, чем твой прожиточный минимум. Не то, что даже минимум, а всё, что ты зарабатываешь, это настолько мизер, что тебе не хватает там ни на что. И людям приходится либо иметь какие-то лишние заработки, либо, опять же, заниматься коррупцией, либо грабят, либо ещё что-то делают. В общем, всё как всегда. И чем этого больше, тем страна приходит в разруху. Она идёт именно туда, к чему наша, в принципе, страна, я считаю, и пришла. В России это тоже присутствовало и присутствует, но сейчас Путин молодец, он это искореняет, пытается, по крайней мере. И он, конечно, умняшка в этом плане, я считаю. И я ещё, живя на Украине, завидовала всегда россиянам, что у них такой президент. И всегда думала, блин, вот бы нам бы такого президента, почему у нас вечно попадаются какие-то... В общем, не знаю, как-то так. Я надеюсь, на первый вопрос я ответила. В России хорошо, и в Россию, я считаю, стоит ехать. И стоит ехать не зарабатывать кучу бабла, как многие считают, а именно жить, нормально жить. Вот как вы среднячком живёте в Украине, здесь можно жить даже довольно-таки лучше, чем у нас. Потому что те зарплаты, которые были у нас с молодым человеком в Украине, здесь, в России, они у нас всё равно больше. Даже у меня на невысокооплачиваемом месте. Короче, можно долго и нудно обсуждать это всё. Если у кого-то возникли, опять же, какие-то вопросы, задавайте их, я сниму отдельное видео на эту тему. Потому что я так не могу, я теряюсь, я не могу составить нормально сценарий какой-то, вопросов, потому что много нюансов, много моментов всяких. Поэтому давайте, наверное, будем делать так. Вы задавайте вопросы, и я снимаю следующее видеоответы на эти вопросы. Следующий вопрос, который мне задали, это доходы, расходы, сложности с документами и просто личные ощущения именно в России. Прежде чем переехать в Россию, у вас должен быть какой-то первоначальный капитал. Значит, вы его должны заработать в Украине. Если вы собрались переехать в Россию, я не могу вам сказать точную сумму, сколько вам нужно. Потому что у каждого потребности разные. Допустим, мы с собой, переезжая в Россию, взяли только самые необходимые вещи. Мы не везли с собой какие-то фотографии, какую-то ерунду и дребедень. Мы везли только самое необходимое. Это зимние вещи, которые ещё более-менее в нормальном состоянии. И остальные какие-то демисезонные вещи, летние вещи, которые также более-менее в нормальном состоянии. Всё, что более такое уже заношенное, либо не то, что нам, допустим, первой необходимости, мы оставили там. В плане мы выбросили всё в мусорник, мы вообще ничего в квартире не оставляли. Квартира у нас осталась голая и пустая. Берите с собой самое необходимое. Именно из вещей и именно из техники какой-то. Мы брали вот только ноутбуки, мы не брали вообще... Мы не брали стационарный компьютер, потому что я считаю, это очень тоже геморройно. Но из геморроя мы, допустим, взяли велосипед. И велосипед этот молодого человека, и он здесь ему не особо пригождается, потому что, опять же, он занимается самообразованием, и у него такая работа, он может допоздна оставаться на ней, и у него не очень много времени на себя, так сказать, на свои хобби остаётся. Поэтому я считаю, что такие моменты, как велосипеды, ролики и всё остальное, вот ролики тоже мне привезли сюда мои, я считаю, они не нужны мне, потому что у меня сейчас совсем другие цели. В плане доходов вы можете ещё, сидя в Украине, искать работу. Во-первых. Во-вторых, переезжая сюда, в Россию, вы должны понимать, что вам нужна регистрация. Регистрация — это не даётся просто так. Регистрировать вас должен обычный россиянин. Если это чужие люди, они не согласятся. Вот, допустим, у кого мы снимаем квартиру, мы уже снимаем, наверное, квартиру третью или четвёртую, и только одни люди соглашались делать регистрацию. И то за деньги. Проблематично найти жильё. Если у вас есть где-то в России хотя бы знакомые, родственники какие-то, обращайтесь к ним, не стесняйтесь, потому что если у вас нет никого, вам будет тяжело. Если вы везёте с собой всё самое необходимое, и у вас всё есть, в принципе, и вы ни в чём не будете нуждаться, вы уверены в этом, именно в плане техники и вещей, то тогда у вас будут затраты только на квартиру, регистрацию, на документы, и на мелкие расходы, это еда и всё остальное. Также здесь, допустим, сим-карту, чтобы приобрести, вы её приобретаете по паспорту. Учитывайте это, потому что мы приехали сюда, и у нас паспорта-то забрали, нам выдали вот это убежище, и паспортов не было на убежище, на это не оформляют, так как у нас был листок обычный, у нас не книжечка была. Нам не оформляли на этот листок абсолютно ничего. Это считался вообще не документ, хотя это документ. Но люди у нас тоже разные, в каких-то областях России люди нормальные, адекватные. Мы даже на эти бумажки свои, формата А4, покупали билеты, так как мы из Тюмени добирались сюда, в Воронеж. Ну а некоторые, допустим, вот даже сим-карту мы не могли приобрести здесь в Воронеже по этой бумажке, и просили других людей. Таких нюансов и моментов очень много. Опять же, если есть вопросы, пишите. Я так, в общем, вам немножко обрисовала, рассказала. Цены здесь, как я уже говорила, намного ниже, чем у нас в Украине. Допустим, можно купить те же дешёвые сосиски, и они будут очень довольно-таки неплохими. А те, кто говорят, сосиски за 200 рублей — это бумага. Извините меня, такое могут сказать только те люди, которые не бедствовали и никогда не переживали такое положение, когда ты, да, вот, бежишь откуда-то, когда у тебя вот какое-то определённое количество денег, и ты не знаешь, что будет завтра. Ты пытаешься экономить на всё. И я считаю, это целесообразно, это мудро. Мы питались сосисками за 200 рублей, я вам так скажу, и макаронами. И я живая, как бы, как вы видите, нормально, всё живу, всё хорошо у меня. Опять же, я говорила, что вы можете начинать уже искать работу, сидя в Украине, если у вас есть какое-то образование, какой-то опыт именно по трудовой. Некоторые работодатели здесь берут даже с украинским паспортом. И вы не будете, приезжая сюда, метаться и ходить, как я тут исхаживала обувь просто в ноль. Если нет такой возможности, то уже приезжайте сюда и ищите работу по своей специальности либо по своему опыту работы. Если у вас нет никакого опыта работы, мужчины у нас, допустим, чтобы заработать много денег, это, допустим, от 50 тысяч и выше идут настройки. В настройках вы вкалываете, вы работаете именно...